СПУТНИКОВЫЙ КАНАЛ Сегодня вооруженная террористическая группировка произвела взрыв фугаса на железнодорожном полотне, находящемся на мосту над автотрассой международного значения, напротив селения Хербет-Газали, провинции Дара. Ранее на данном участке автострады проводились ремонтные работы, поэтому движение автомобилей по ней было прекращено. Сообщается, что никто не пострадал. По данным экспертов, вес взрывного устройства составляет от 700 до 1000 килограммов. В районах Хербет-Аль-Джос и Айн-Аль-Байда, провинции Эдлиб, компетентные органы обнаружили большое количество оружия, боеприпасов и взрывных устройств, принадлежащих террористам. Бандиты использовали их, чтобы совершить террористические действия против мирных жителей и сотрудников сил безопасности. В мечети Аль-Асман в Дамаске состоялась церемония прощания жертвами двух террористических взрывов, прогремевших вчера в районах Аль-Джамарик и Касса в Дамаске. Покрытые национальными флагами, гробы с телами погибших были отправлены для погребения в их родные места. Участники церемонии резко осудили деятельность террористов, выполняющих планы внешних враждебных Сирии кругов. В Дамасском квартале Касса тысячи сирийцев приняли участие в молитве по жертвам вчерашних терактов и митинге протеста против терроризма. Участники акции резко осудили действия вооруженных террористических группировок, подтвердив приверженность национальному единству сирийского народа. В заявлении, переданным агентством Франц Пресс, генеральный секретарь ООН Пан Гимун решительно осудил теракты в Дамаске, жертвами которых стали невинные люди. Он выразил искреннее соболезнование семьям погибших и всему сирийскому народу, призвав к немедленному прекращению насилия. В Москве российские граждане и представители сирийской диаспоры резко осудили два теракта, прогремевшие вчера в Дамаске. Члены Союза студентов Сирии в Российской Федерации и представители Российского комитета по противостоянию глобализации организовали митинг перед зданием МИД Российской Федерации в Москве. Участники акции подтвердили уверенность в том, что Сирия успешно выйдет из кризиса. Они выразили благодарность России за ее позицию в поддержку Сирии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сирийцы сами должны решить свои проблемы, и Россия поддержит любую достигнутую договоренность между сирийским руководством и оппозицией в рамках всеобъемлющего политического диалога. В интервью телеканалу «Руссия ольем» он подтвердил, что Москва поддерживает миссию Кофи Аннона в Сирии, что должны сделать как сирийское руководство, так и оппозиция. По заявлению главы МИД Российской Федерации, Россия не защищает одной из сторон конфликта, а выступает за начало политического урегулирования кризиса мирным путем на базе общесирийского диалога. Он отметил, что в ближайшее время ожидается прибыться в Москву делегация сирийской оппозиции. Лавров резко осудил преступную деятельность вооруженных группировок на территорию страны. Он сказал, что Устамбульский совет объявил о формировании военного крыла и начал сбор средств для покупки оружия с целью продолжения вооруженного противостояния властям. Лавров предостерег об опасности приняться международным сообществом несбалансированных решений в отношении сирийского кризиса. Это были новости из Дамаска. До свидания. Солнце Амадыково. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова